Школьная пара дописывает последние листы в летописи жизни этих молодых амбициозных юношей и девушек. Уже в этом году для многих из них прозвучит последний звонок, который разделит жизнь на две части, до и после окончания родного учебного заведения, изменив не только привычный быт и уклад. Многие из них разъедутся по другим городам и странам в поисках своего призвания. Первым испытательным этапом на тернистом, но в то же время очень важном жизненном пути, станут вступительные экзамены, подготовиться к которым можно с помощью репетиционного тестирования. Второй этап этого пробного испытания будет проходить с 17 января по 21 февраля. 17 января мы начинаем второй этап в Брестской области репетиционного тестирования по материалам Республиканского института контроля знаний. Стоимость остается та же самая, 61 тысяча белорусских рублей. Соответственно абитуриенты после прохождения тестирования получат разбор теста и будут писать первый и второй вариант. Но это совсем другие варианты, нежели были в первом этапе. Получить путевку в насыщенную студенческую жизнь довольно непросто. Кроме уже знакомых абитуриентам правил, в этом учебном году в репетиционную кампанию внесены некоторые изменения. В первую очередь они коснулись бланков ответов, в которых появилась новая графа – номер операции в ЕРИП. Абитуриенты, пробовавшие свои силы во время первого этапа кампании, уже заполняли свой документ с ответами в интерпретированном варианте. Однако не только на этом стоит заострить свое внимание потенциальным студентам. Некоторые ребята не то, что ЕРИП неправильно записывают, они забывают свой личный код. То есть три символа, то есть три цифры, которые они записывают. Опять же в бланк ответов при нахождении своих результатов. То есть они помнят серию номер паспорта, поглядев просто-напросто в паспорт, но не помнят личный код. Вот здесь поэтому как бы тоже хотелось бы заострить внимание на том, что личный код обязательно тоже к заполнению и запоминанию самим абитуриентам, для того, чтобы найти опять же последствия и свои результаты. Поскольку если результаты абитуриент не нашел, мы даем запрос опять же на Республиканский институт контроля знаний. Ну и как правило в последней декаде месяца только можно будет увидеть свои результаты. Предупрежден, значит вооружен, говорит известная народная мудрость. А потому, чтобы избежать неприятных ситуаций во время централизованного тестирования, где уже не будет шанса попробовать или повторить, лучше проверить силы заранее. Узнать необходимую информацию о репетиционном тестировании можно, позвонив в региональный центр тестирования и профориентационной работы с молодежью, либо ознакомившись с информацией на сайте учреждения.